Когда-то готовил для людей, теперь для животных. Артём Пручинский проработал поваром 8 лет. Однако всё изменилось, когда в его жизни появился французский бульдог Луиджи. Мужчина был так рад, что решил организовать производство лакомств для собак у себя дома. Балкон квартиры превратился в заводской цех. Сначала Артём купил сушильную машину, затем морозильную камеру и станок для резки мяса. Приготовленное угощение пришлось питомцу по вкусу. С помощью этого станка можно прийти к тому, что мы делаем очень тонкий продукт. Если взять этот пример, это семенники индюков. Они очень тонкие, они делятся на такие монетки, очень хорошо отламываются, имеется звук, что очень важно, они крошатся. Лакомства для собак делятся на две категории. К первой относятся те, которые подходят для поощрения питомцев. Артём говорит, ароматное печенье покорит сердце любой собаки. Собака, даже самые искушённые, не смогут устоять перед этим. Имеет очень интересную форму, длинную. То есть даже если пойти на прогулку, просто выйти, чтобы не брать с собой какие-то сумочки, достаточно взять одну палочку, она очень хорошо ломается, конфетка не крошится. Ещё одно угощение – это говяжье лёгкое. В своём составе оно содержит маленькое количество калорий и очень хорошо усваивается. А если хотите научить собаку находить предметы, подойдёт сушёная рыба. Собака может кушать морскую рыбу, и для неё это будет полезно и ценным. А так ещё можно это использовать за счёт её ароматики. Можно прятать, например, мидии в какой-то полотенчик, где-то зайти, чтобы собака носом, ей давать команду, чтобы она искала. Обеспечить гигиенический уход за полостью рта собаки помогают лакомства для чистки зубов. Например, говяжья коленка. Это очень безопасная чашечка коленная, которая состоит из пористой кости. Она круглая, как шарик. И здесь содержатся жилы, которые превращаются в определённые ниточки. И когда она начинает это всё обгрызать, эти ниточки очень хорошо массируют дёсна и прочищают зубы. Каждый день на зубах собаки образуется налёт – тонкая бесцветная плёнка, содержащая бактерии. В какой-то мере она счищается при употреблении сухого корма, но не до конца. Поможет справиться с проблемой бычий корень. Он состоит из белка, довольно-таки крепкий, полезный по своим свойствам и имеет очень хорошую текстуру, которая, в свою очередь, очень твёрдая, плотная. Но за счёт острого зуба она раздвигается и превращается в такую, скажем, гибкую вещь, которая очень хорошо удаляет зубы и чистит от камня. Одной из самых полезных и интересных погрызушек является бычий нос. В его составе мясная и хрящевая части, а также шерсть. Артём уверен, для собаки это очень полезно. Также полезно влияет на желудок, она его стимулирует и, скажем, проводит очистку желудка от различных ниточек, которыми играет собака, канатики, резиночки. Лежать, сидеть. Молодец, место. Знакомьтесь, это Шотти, шотландский терьер. Собаки этой породы очень энергичные и преданные компаньоны. Дмитрий Громов рассказывает, его четвероногой подруге уже шесть лет. Собака прекрасно подаётся воспитанию. Здесь я прочитал книжку Радиальда Киплинга «Ваш покорный слуга – пёс Бутс», где главным героем была собака, скотч-терьер. И поэтому появление скотч-терьера в моей жизни – это было большим знакомым событием. Дрессировку мы начали, как и полагается, в семимесячном возрасте. Три плотных месяца, три раза в неделю с кинологом занятия были. Шотти знает много команд. Лежать, сидеть, место, рядом, дай лапу и суслик. Дмитрий убеждён, за каждое выполненное упражнение собаку нужно хвалить и угощать. Здесь метод кнута не работает. Ни в коем случае нельзя запугивать питомца и повышать на него голос. Ведь ранить собачье сердце очень легко. Хозяевам стоит помнить, что лакомство – это не баловство, а награда. Собаку следует поощрять, если хотите её похвалить или показать свою любовь. Шотти. Голос. Молодец. Ветеринары предупреждают. При выборе угощения важно внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Желательно, чтобы это был чистый состав, то есть это мясо и какие-то добавки для того, чтобы это мясо не испортилось. То есть именно сохранило первозданный вид, скажем так, сушёного мяса. Если в добавках очень много составляющих, всякие ей и так далее, лучше, конечно, их не добавлять. То есть, ну, зачем? Это как чипсы на обед также, просто побаловаться. Опять же, здесь важно соблюдать калорийность, то есть можно вкусняшками набить такую массу. Вот, поэтому, да, корма снова и немножко побаловаться вкусняшками, ради бога. А вот если пёс имеет проблемы со здоровьем, то лучше заранее посоветоваться с врачом. Специалист подскажет, что пойдёт собаке на пользу, а что из её рациона лучше исключить. Ксения Баканова, Константин Головин, Валерий Майоров. События.